Ребят, всем привет и с Новым Годом! Я, да, знаю, давно у меня не было роликов, не выходило на мой канал. Ну, так, не было у меня мотивации. А вы, кстати, можете сейчас нажать на паузу, поставить лайк этому видео, написать комментарий. Это мотивирует и помогает продвижению моего канала. Ребят, почему я вас поздравил с Новым Годом? У нас сегодня 1 января. Да, вчера был Новый Год, точнее, сегодня Новый Год. Ну, вы ощущаете, да, давно, во-первых, я не снимал ничего, не держал камеру в руках, как бы чуть-чуть отвык. Да, и в конце концов, 1 января. Это тоже можете многие понять, из-за чего может заплетаться язык. Мы находимся в Швейцарии. Новый Год мы праздновали в Швейцарии. Сегодня мы выехали на озеро. Погода у нас просто огонь. 20 градусов было вчера. Сегодня чуть похолодней. В районе 14-15 градусов. Приехали мы на озеро. Люди ходят, некоторые в майках. Даже некоторые купаются. Как можете обратить на заднем плане, люди купаются. Сейчас я спущусь, подойду поближе, покажу с берега, как выглядит это обалденное озеро. Вокруг горы, там лежит снег на горах. Это просто огонь. Вода просто кристально чистая. Посмотрите, горная. Но вот, в принципе, вся наша дружная компания, которая справляла Новый Год с нами. Мой сын, Лена, Юля, Женя. Ну, там дальше подъемники будут наверху. Там выше, короче. Супер отцов. Ребят, 1 января люди купаются, загорают. Обратите, ребят, внимание, вот там вот, в туннеле проходит дорога, ездят машины. Прямо через горы, по горам. Нет, ребята, там еще кто-то ползет по горам. Ребята, там кто-то ползет прям. Я сейчас приближу, насколько это возможно. А это очень высоко. Вы видите, над туннелем, вон там и человечек. Вон там. И он ползет по горе. Вот сейчас вам по-любому должно быть видно. Смотрите. Это жесть. Это просто жесть. Он без всякой страховки. Я сейчас приблизил на столько, насколько это было возможно. Высота, наверное, метров, ну я думаю, 500, может даже почти километр. Чтобы вы понимали, если я сделаю вот так, то его совершенно не видно. Представьте, 1 января. Обед. На данный момент у нас где-то полвторого, два часа дня. И люди лазят без маяк по горам на такой высоте. И я за трезвый образ жизни. Вот такая теслочка заряженная. Швейцария очень дорогая страна. Здесь очень все дорого. Квартиры, продукты. Ну, тут, ребята, и зарплаты. Начиная, наверное, минимальная будет зарплата. Это 4-4,5 тысячи франков. А франк этот даже дороже, нет, больше, чем евро. Не мог вам, ребят, не показать. Вот так идет дорога, да? Вот так идет скала. Вот эта вот трещина меня очень смутила. Потому что, если вот эта вот сейчас скала рухнет, она рухнет прям на прохожую часть, где очень-очень много и туристов, и местных жителей. Сделали, конечно, они вот такие вот защитные дах, ну, крышу, если камни будут падать или какие-то... Вот даже можно заметить, сколько камней лежит. Тут даже машины вот так вот ездят. А вот эти вот камни могли упасть на голову, если бы не было защитной сетки. Сетка есть, но маленькие камни все равно сквозь нее могут просочиться. Поэтому здесь надо быть начеку. О, так мы сейчас заходим в туннель, в саму гору. Будем проходить сквозь вот такую гору. Как тебе тут? Прекрасно. Ощущение, запах вообще воздуха. Эрик в 7 утра только лег спать сегодня. В 12 я его уже разбудил, потому что нам надо было ехать. Как ты, спишь? Я год. Год? А вот и пещера. А тут даже свет есть, смотрите. Насколько все продумано. Хотя она не такая же протяженность этой пещеры, но все равно класс. А тут так прохладно, да? Посмотрите, какой там снег лежит на горах. О, еще одна будет пещера, туннель. Представляете, вот если вот такой вот камень, который лежит на сетке, на изала, наверное, сейчас не видно. Вот лежит камень. Их много. Если бы не было сетки, прям на голову бы упал. Сразу смерть. Что вы тут увидели? А, тут сфотографируются? Дорогие подписчики, тут еще одна дырка. Она прекрасна. Я надеюсь, на голову мне ничего не упадет. Как тут все-таки опасно. Посмотрите. Представляете, что-нибудь оттуда упадет. Эрика опасен. Самое удивительное, ребят, что вот идет дорожка. Вот мы стоим. Вот мы вышли отсюда. Вот мы идем по этой дорожке. Никакого ограждения совершенно нет. И здесь обрыв. Чтобы вы понимали. Вот моя нога. Вода. Вот, ребят, тут, наверное, метров. Десять. Я вижу дно. Видно вам? Вообще. Сказка. Кстати, ребят, тут машины сейчас тоже ездят. А тут даже вода капает. Смотрите, вода капает. Ну, вам, наверное, не видно. Мокрая все. Ну, и тут влажная дорога вся. У нас сейчас фотосессия проходит. В таких местах нужна фотосессия по-любому. Наши красавицы. Ну, сейчас очень хорошо видно, как капает вода с гору. Вот сюда, если посмотреть. И вот такие выходы. Кстати, вот там Эрик пошел. Тоже обалденный вид тут. Что, классный вид? Я? Метров, наверное, 30, точно, я думаю, есть. Если разбежаться и прыгнуть в воду. Но мы этого делать не будем. А нам еще дам водопады идти. Пойдемте. Завораживает уже. Пойдем. Итак, вкратце расскажу, как мы оказались и почему мы оказались в Швейцарии. Пригласили нас наши друзья отметить Новый год вместе. В Швейцарии мы, в принципе, его никогда не отмечали. Да и сказать, чтобы мы прям отдыхали в Швейцарии, такого не было. Было пару-тройку раз, мы проезжали всю Швейцарию. А чтобы вот прям вот приехать и провести тут пару-тройку дней. Погулять, посмотреть на озера, водопады, на которые мы сейчас идем. Горы. Такого, конечно, не было. Ребята, вы сейчас прям нажмите паузу и поставьте лайки. Это способствует развитию канала. Многие, наверное, думают, что я на этом что-то зарабатываю. Нет. В России монетизация отключена. Деньги мне не платят за это. А ваши лайки способствуют и монетизируют. От души в душу, ну, блин, я запыхался. Потому что туда-сюда одни фотографируются, одни убегают. Мне надо снимать влог для вас, ребята. Вот таких жутких. И я запыханный. Сейчас чуть-чуть отдышусь и продолжим. В таких условиях чуть-чуть отдышался. Продолжим. В таких условиях снимаю для вас. Сам не любуюсь этой красотой. Работаю на камеру. Поэтому с вас лайки. Подписка обязательно. Кто смотрит без подписки, сразу буду банить. Шучу, ребят. Как хотите, смотрите. Главное, смотрите. Фу, я аж вспотел, ребят. Реально. Для января. Точнее, для первого января. Погода просто отпад. Просто. Градусов, наверное, 17-18 сейчас. А может, все 20 даже. Ну, люди в майках ходят. А вон там вот снег лежит. Везде. А вон там вот, смотрите, водопад какой. Побегу я своих догонять. Не привык я для таких прогулок. Точнее, отвык. Ну, бегать полезно. Спорт это жизнь. Жизнь это говно. Вот так вот. Вот так идем, идем. Раз, почтовый ящик. Пальма. Там дом. Кто-то тут живет. Прям реально кто-то живет. Тут есть трепы. Ну, ступеньки точнее. Я, конечно, на территорию туда заходить не буду. Хотя я уже на ихней территории. Ну, я же блогер. А все, ребят, для вас. Покажу. Тут домик. Там пальмы. Какой-то сарайчик. И тут живут люди, представляете? Вот с таким прекрасным видом. Я говорю шепотом. Не знаю, почему я говорю шепотом. Они меня все равно, скорее всего, увидели. А услышать даже, если бы я говорил, как я говорил, меня бы они не услышали. Потому что они были дома. А тут без тем, ну, скорее всего, тройной стеклопакет. Тут шумоизоляция. Так как это в горах. Тут ветра, холода. Что? Опять идем в гору. Жестко просто идем в гору. Вот так вот. Вон еще один дом кто-то построил. Я не знаю. С одной стороны кайф. Свежий воздух. Вид из окна. Просто огонь. Но такая глухомань тут. Вот. Ближайший дом, который я вам до этого показывал. Ну, может метров 500. Ближайшие соседи, можно сказать. И вот еще один. Ну, дом, видно, старенький. Но его сейчас реновируют. Приводят в порядок. Видно, стоят эти леса. Или как там называют. Я что-то первого числа у меня голос начинает садиться. Я еще и запыханный. Ну, так тоже бывает. И вот, в конце концов, наш водопад. И вот наши туристы. Сейчас попытаемся подойти поближе. Ой, ребят. Представляете, на каком высоте сейчас находимся? Озеро. Там вот. Мы оттуда пришли. Короче, по сей, хотел сказать, по сей день. Одним словом, идем еще вверх, вверх, вверх. До водопада еще не дошли. Теперь у нас дорога была вдоль озера. Теперь мы идем по лесу. Такие могучие горы. А слышите, да, шум какой от водопада. Люди устали. Посмотрите туда. Но мы еще не дошли. А сейчас мы подойдем, и будет самый-самый смак. Ой-ой-ой, какая мощь. Ребят, камера сейчас пока не передает, но я отсюда вижу. Какая мощь. Ужас. Посмотрите на эту мощь водяного потока. Радугу. Видно вам? Я не знаю, возможно, меня будет плохо слышно, но тут реально шумно. Тут тонны воды в минуту. Даже какой в минуту? В секунду, наверное. Все это уходит вон по озерам. Брызги аж сюда долетают. Здесь селфи проходят. Елена, будешь селфи делать. Не, ну мощь водопада поражает. Продолжение следует... Продолжение следует... Жизнь прекрасна! Ребята, знаете, что меня поражает в Европе, что мы находимся в лесу, в горах, озеро, там где-то водопад, но мы от него уже ушли. Вот просто стоят три лавочки и вот мангал, да, тут можно прийти, пожарить стейки, посидеть в компании, полюбоваться вот такими шикарными видами, попить пивка или шампанского, кто что любит. Ну, класс ведь, класс! Все для людей. Вот единственное, что дорога, конечно, это полный пипец. И поедем садиться за стол, кушать вчерашние салатики. А, будем делать... Как называется? Котлет. Котлет. А, раклет. Это швейцарская кухня. Я сам, ребята, ее не пробовал, не знаю, как она выглядит, как это готовится, но обязательно вам покажу. Обязательно. Погнали! Ребят, заперлись мы, тут живут люди, он там свет горит, но потом он там даже на меня смотрит. Смотрите, у людей тут печь такая стоит, котел. Ну, мы пришли на чей-то участок. Так вот люди тут живут. Там ослы стоят, четыре осла. Ослики. Какая-то церкушка. Пойдем в церковь молиться. Знаешь, что такое молиться? Не знаешь? Оба-на! Оба-на! Смотрите, какими травами. Смотри, как я просветил красиво. Вау! 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 Я под впечатлением. А это швейцарская церковь, да, обычная? Католическая? Завод. Ставлю, ты веришь. Эрик сел молиться. Даже вот есть, смотрите, Библии. Катхоличи Гезагбух. Какой же Гезагбух? Это на их языке. Ну, это на их языке, да? Да. Да. Швейцарский язык очень похож на немецкий. Очень похож. Но немцы и швейцарцы могут друг друга не понять. Хотя, как мне вот Женя объяснил, что все швейцарцы в школе учат немецкий язык. Они хорошо понимают, пишут, но плохо говорят на нем. Не хотят. А, даже вот как Женя говорит, не хотят. Не хотят говорить. Ленивые. Что там за смеси? Это перец, да? Это специально арклета, конечно. А, арклета, да. Вот так вот мы делаем. Будем тут грибочки жарить, бекончик, кукурузку. Тут у нас вот так сырок сейчас плавится. Вот, Лена. Сырок. Короче, за основу берем картошку, положим картошку, режем. Грибочки сюда. Вот так вот. Специя вот такая есть, да? Вчерашняя под шубой. Оливье. Тихо, тихо, тихо. Правый. Хайс. Лоботочка. Делай, как тебе сказал. Да. Ох. Резать. Да, сделаем это. И теперь сверху еще надо специи. Потому что не написано горячее. Я не могу. Резай. Лена делает. Картошечка. Лякончик. О, он тебя уже выпекся. Да, это у него уже чересчур передержалось. Сырочек. Посыпай. И специи.